Стартовый день 7-го Восточного экономического форума начался с открытия главной экспозиции ВЭФ – улицы Дальнего Востока. Регионы представляют здесь свои экономические, инвестиционные и туристические возможности. И всё-таки этот форум особенный. Те страны, которые недоброжелательно относятся к России, стараются доказать, что мы визоляции. Стараются доказать, что их меры, препятствия, которые они создают, замедлят развитие нашей страны. Не замедлят. Любое препятствие мы воспринимаем как вызов, как возможность стать сильнее. Вместе мы обязательно победим. Спасибо, что вы с нами. Во время торжественного открытия улицы делегации 11 регионов Дальневосточного федерального округа прошли с флагами своего края. В этом году выставка проходит под девизом «А что ты сделал для технологической победы России?» Дальневосточные регионы презентуют свои возможности импортозамещения и технологической независимости, самообеспеченности продуктами питания. Вспоминная героев войны, ведь единый дорог мы Россия, ведь Восток да не всё это мы. Мой дальний Восток России священно. Также в стартовый день в Ф-2022 во Владивостоке открылся второй международный форум по сохранению тигра. В рамках мероприятия министр природных ресурсов России Александр Козлов и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова подписали соглашение о реинтродукции тигра на территории республики. Конечно, тигр на этих марках бумажный. И очень здорово, что на этого бумажного тигра будут охотиться филателисты. Но я, конечно, счастлив в первую очередь тем, что популяция настоящего тигра, этого умного, грациозного, красивого животного растёт. И счастлив, что в этом успехе есть маленькая доля нашей компании, тех проектов, которые мы реализуем вместе с Центром Амурского тигра. И я хочу уверить высоких участников церемонии, что мы эту работу будем продолжать. Форум объединил руководителей стран, представителей профильных министерств и ведомств, учёных, международных экспертов в области защиты исчезающих видов животных. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.